50 родителей сургутских выпускников сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Вместе с ними экзамен написали и 12 студентов и преподавателей филологического факультета СурГПУ. Наш город в пятый раз принял участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Местом проведения стала гимназия имени Фармана Салманова. Инициатор такого демонстрационного экзамена для родителей – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Ничего страшного нет. Мы сдадим, хотя я последний раз давала русский язык в 1981 году, в 8 классе на Украине. Но сейчас, насколько сдам, насколько это будет моя оценка, и будет ей доказательство, что не так страшно. Несмотря на то, что экзамен для родителей является демонстрационным, организаторы серьезно соблюдали весь порядок проведения процедуры. При регистрации всех участников попросили оставить личные вещи и телефоны в гардеробе. В отведенную для экзамена аудиторию можно было взять с собой только паспорт и при необходимости лекарства. На партах для мам и пап заранее подготовили гелевые ручки, черновик и воду. Для родительского ЕГЭ вместо почти 4 часов отведено меньше времени и, соответственно, количество заданий тоже сокращено. На глазах родителей произойдет печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях. То есть они увидят, что мы получаем зашифрованные на дисках материалы. Никто их не видит, они все закрыты, запечатаны. Распечатание происходит только в аудитории. И там же идет печать и раздается. И, соответственно, вариантов здесь будет предложено один родителям, а у детей будут разные варианты в аудитории выполнения этих материалов. Родители поменялись местами со своими детьми-выпускниками. Цель акции заключается в том, чтобы взрослые оценили не только эмоции, которые чувствуют одиннадцатиклассники, но и увидели, как организован единый госэкзамен. От проверки документов на входе в пункт проведения, проход через рамки металлоискателей до написания тестов. Отмечается, что от каждого учебного заведения в Сургуте в акции приняли участие по два родителя. После сдачи экзамена они поделятся своими наблюдениями и впечатлениями с остальными взрослыми.